Предвыборная гонка для некоторых завершена. В территориальных избиркомах на финишную прямую выходит проверка документов, предоставленных желающими принять участие в выборах депутатов Госсовета Республики. Самый большой отсев произошел в Комсомольском округе. Здесь из борьбы выбыли четверо из девяти выдвиженцев. Им отказано в регистрации, поскольку процент забракованных подписей избирателей, которые предоставили претенденты в свою поддержку, оказался выше допустимого. Это самовыдвиженцы Равгат Алтенбаев, Рузель Менгалимов, Ильгиз Юносов и Александр Якшин. Документы Валерия Чернова пока на рассмотрении. Кандидаты от партии по этому округу все зарегистрированы. В территориальных избирательных комиссиях созданы группы для проверки подписных листов потенциальных кандидатов. После этого передаем подписные листы на проверку в управление внутренних дел. Эксперт подчерковит и проверяет миграционная служба Российской Федерации на правильность оформления паспортных данных. Чаще всего встречались такие ошибки, как паспортные данные не совпадали с адресом, подпись ставил не сам избиратель, граждане не проживали в данном округе. В Меликевском округе все пять выдвиженцев прошли регистрацию в качестве кандидатов в депутаты. Избирательная комиссия автозаводского района, а это два округа, зарегистрировала 9 из 10 желающих занять депутатское кресло. Осталось вынести решение по Татьяне Мухиной, кандидатуру которой КПРФ перевела из электротехнического округа. В избиркоме центрального района, это три округа, приняли документы от 17 желающих. 13 из них уже прошли регистрацию, у одного проверяют документы, а Татьяна Гурьева и Раушан Валиулин не сдали подписные листы. Полный список кандидатов в депутаты в Республиканский госсовет станет известен 2 августа. Выборы назначены на 8 сентября.